Девушки отдыхают 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 в самом себе привести свои мысли в порядок, свои эмоции. То есть моя задача как жены, наверное, тихонечко постоять в стороне, может быть, просто подойти и обнять то, что я стараюсь делать, хотя можно, конечно, там хочется что-то сказать, поздравить или наоборот пожалеть, но, наверное, в этот момент меньше всего, чего желает спортсмен, чтобы его жалели, даже если это рассечение, даже если это поражение, это в этот момент жалость никому не нужна. И после боя с Леноксом Льюисом, конечно же, я ему говорила, ну, мне так жаль, все будет хорошо. Нет, я просто была рядом, я просто помогала в эту сложную эмоциональную минуту, и я присутствовала в кабине, когда все это зашивали, и я не знаю, это, наверное, был настолько у меня тоже такой выброс адреналина, что у меня не было ни истерики, ни слез, ничего. Потом был, конечно, дома, это уже было другое, но там это, наверное, действительно, как на войне, выброс адреналина, и ты ничего не понимаешь, потом уже начинаются эмоции, оттаиваешь. А в тот момент я просто была рядом, держала мужу за руку. Это все, что я могла в этот момент сделать. Наталья Игорова, приветствуйте! Боксом Наталья не цікавилася ніколи. Довгонога красунья рано почала працювати моделю, и швидко звукла ловить на собі захоплені чоловічі погляди. До неї залицявся бизнесмен, и девчина збиралася заміж, аж раптом невідомый титан уверовався в ее життя. Когда я выходила на подиум и видела вновь сидящих больших ребят, то я понимала, по-моему, это снова пришел Кличко, и потом стали ходить разговоры за кулисами, вот снова твой Кличко, пришел снова посмотреть на тебя, хотя, в принципе, я не обращала внимания, потому что я была не совсем свободным человеком, я жила в гражданском браке. Девчина и гадки не мало, кто такий цей Кличко. Про то, что за ней упадает семиразовый чемпионский боксингу, Наталя и не здогадовалась. На вечеринке по празднованию Дня Рожжения нашего общего знакомого, мы с ним вновь встретились, и там уже непосредственно там произошел контакт. Мы заговорили, и Виталий сказал, что я ему очень нравлюсь. Вот, наверное, он, может быть, был храп в тот момент, но мне было не весело, потому что он меня пригласил на танец, была единственная пара танцующая, и так как уже, в принципе, в кругах уже все знали, что я ему нравлюсь, но я не свободна, то по залу пошел шепот, и мне хотелось, конечно, в тот момент провалиться сквозь землю. Вот. И тогда Виталий, вот он сказал, что я ему нравлюсь, я сказала, мне очень приятно, но я не совсем свободна. он меня провел до дома, подвез на машине, и что меня поразило в тот момент, я ожидала, ну вот сейчас будет атака, просьба телефона. Он со мной очень мило попрощался, вывел меня из машины, сказал, спокойной ночи, Наталья, и все. А не Путилунки, а не про Ханя даты телефон. Красунь, она ведь образовалась. Я пришла домой, я в недоумение думаю, интересно, то ли я ему не совсем понравилась, может быть, я себя неправильно вела. Но. И на этом наш контакт снова прекратился, и мы с ним не виделись, наверное, месяца четыре. Что ж, до Виталия, он решил не поспешать. Батько Кличків был військовым. Родина весь час приезжала. У братцев по стіну змінювалися друзі та девчата. В каждом классе была новая любовь. То есть проходил в школьные каникулы, мы на каникулы уходили, класс разъезжался там по бабушкам, селам, ну, кто куда ездил, приезжали, новый класс начинается. У нас новые ученики приходили, потому что постоянно военные школы, там, где учились дети военных, идет ротация родителей. Вот. Я так думал, приезжали новые девушки, девочки. Вот. Или старые уже так не нравится думать, что это я в нее влюблялся в прошлом году. Ну, нет, нет, это не очень хорошо. Люблюсь-ка я в этом. У молодей роки Кразин спортсмен був соромязливый. Естественно, вокруг нас всегда там кружились стайки, девчонок заглядывались. Меня завидовали вообще, потому что я же одна была девушка в команде. Вот. Но вот Виталик очень как-то корректно, можно сказать, застенчиво и трогательно ко вниманию женщины относился. Он так вот очень корректно всегда так уходил. И даже бывало, у нас там были иногда моменты, когда близкий наш круг друзей и девушек там так особо активно проявляли к нему интересы. И так, где-то так наедине бы подловить. Я помню Виталька такой, все, посидите, посидите, мы там идем в кафе. Пойдемте с нами, посидите за компанию. Ну, то есть такое воно очень вообще в нем не было мужского такого превосходства, немножко такого хамского, может, отношения к многочисленным увлекающимся поклонницам. Еще на начале своей карьеры сталася такая история. Виталій закохался и програв важливый бой, бо не туда и спрямовал свою энергию. И так тренерови довелося пояснювати. Главное в жизни – это спорт. Любовь речь, другорядно. Первым делом, первым делом в самолеты, а девочки, а девочки потом. Это и то, я никогда не говорю, что так вот надо быть, но в принципе всегда дело есть дело. А девочки есть девочки. Девчата были у перерывах між тренуваниями. Часу не выстачало, то же Виталій звук до швидких перемог. Те, що якась модель миттево не втратила голову, хлопця зачепило. У 25 років він уже був зіркою. Можете себе представить, 20 лет мальчику. Он становится чемпионом мира. И с утра до вечера многие вокруг него говорят, какой ты классный, какой ты сильный, какой ты умный, красивый и так далее. И ты начинаешь в один прекрасный момент в это все верить. Вирішальную роль у стосунках Натальи та Виталій зіграв брат Володимир. Для миллионів це просто яскрава перемога Володина в Олимпиаді 96-го. Владимир Личко. И Виталія приведет зустрітися с куханым. В принципе, наверное, подсознательно я уже ждала этого человека, сидящего в первом ряду. И мне было приятно, что вот он вновь. И когда очередной раз пришел наш знакомый за кулисы и говорит, Наталья, ну пожалуйста, на вас снова приглашают. Ну пожалуйста, не отказывайтесь. Это будет празднование победы, золотой медали. И я поняла, ну как-то неудобно уже, ну вот так долго уже я вот выпендриваюсь и ломаюсь, что вот. И тем более уже как бы я знала, что Виталий, Владимир, очень приятные ребята. И мы уехали отмечать Вовину победу. И в принципе с того момента уже вот с сентября месяца мы начали тайно встречать.